итак то есть у меня есть некая база я сейчас вырежу то есть с нуля начинать ничего не буду так как ну очевидно что мои визави то есть также использовали некие шаблоны там по референсу я просто сейчас обрежу все лишнее я могу сделать line потом без проблем сейчас мне нужно именно то есть мы сейчас занимаемся концептом то есть меня сейчас интересует только анатомия исключительно анатомия то есть просто пропорции просто потому что скажем у меня нет времени рисовать то есть если скажем меня помощник режиссера такой просят типа эй чувак ёлку чё как два дня дани сейчас прямо у всех у людей как правило нет времени никогда хорошо сделаю фон так что у меня ладно короче потом ты фигнёй займусь да сейчас мне интересует еще соответственно референс по цветам там все такое то есть я это уже все выбрал ну а я в предыдущих лепардов вам тоже ну как бы в школе до давал вам уже отдельно референс по каким-то деталям по рогам то есть нужно было просто выбрать на самом деле правильный масштаб сейчас давайте выберем цвета то есть интересно какие сделать мне нравится когда персонаж темный фон светлый или наоборот персонаж светлый фон фон темный но сейчас выберем вариант когда персонаж темный а фон светлый что значит что конечно что 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 так блин пипец всего запущено да вот ну вот этот вот неплохо выглядит многообещающе и вот посмотрите даже если выбирать кого-то кто держит кошку да или кого-то там посмотри какая поза как все знают куда стырена можно выбрать принципе цвета конкретно под задачу или есть еще по настроению еще варианта то есть выбор цветов я просто сейчас но мне интересно сейчас настроение вот именно так понятно короче окей в общем выбираю одну из этих ту которую я хотел сейчас только здесь рога будут другие мне цвета им нравится поэтому цвета здесь будут цвета и вот эти вот возьму вот рога ну как я уже говорил то есть они должны быть в тему вот то есть они должны быть пропорциональными вот сейчас ну такие типа вот венчаны они вообще отлично просто встают сюда поэтому просто берем и и и и так не мне что-то барани вообще не нравится рога я понял это отстой так я вижу что нужно сместить уже и и пожалуй вот так вот да слишком ее много так но это получается это не буду произносить ее имя так теперь мне нужно немножко в бахнуть вдохновение я это называю ну как бы тут никакой да это вдохновение но она особенного рода а чё в конце дизайне все средства хороша ну мало кто-то признает конечно так чё я хочу сделать я хочу просто посмотреть подойдут мои рога или нет то есть сюда то есть у тех кого уже это получилось блин венчаные рога блин венчаные рога какая-то принцесса лея короче получается а они еще слишком высоко блин ща они вот здесь вот где-то должны быть так все короче почищу а тут просто еще форма имеет значение то есть видите как они оптимизированы а если вы не в куче такой оптимизация формы у меня есть видео про стилизацию с тильдой свинтом так что все сошлось а просто вот так вот сделаю так что все сошлось а просто вот так вот сделаю мне цвет вообще сейчас ну как бы он только отвлекает для тех кому интересно почему не стал этого рисовать отвечаю время экономим не потому что не умею ну то есть а для тех кто не умеет рисовать рога это также хорошее подспорье а вот такой способ решения проблем тех местах где у буксуете но вам нужно сделать заказ или вы там учитесь там и так далее так начнем с того что это вот так вот на так он должен быть выше вот тут вообще да так что сошел то есть Продолжение следует... 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 это именно внятная геометрия положения да то есть вот не вот это вот бросилась в глаза вы должны более внимательно относиться к геометрии это на будущее понятно то что это одни из первых заданий то есть я все понимаю понятно но вообще вот так если взять так вот у нас уже что-то получается потихоньку чуть-чуть я уже ну то есть я конечно еще я конечно все еще недоволен вот но то есть это лучше чем было так его чтобы на разных слоях нарисовал нужно чтобы один рог был на одном слой полностью до а второй полностью другом так теперь с этим рогом займемся то есть он у нас слишком не выпирает так как у нас у нас сзади головы вот здесь не вот вообще нужно будет реально очень аккуратно опять же то есть я бы это сделал вообще в 3d потому что мне проще было бы понять и геометрия такая и как бы ну а что делать например если не знаешь 3d да так я вижу то есть линия вообще если брать то есть нужно себе помочь на самом деле можно провести воображаемую линию да вот она идет все еще точнее сделаем так это я просто для себя центральную то есть нам не нужно не нужны фотки вот эти вот с сладкими мальчиками да то есть там на которых там уже есть авторское право я уверен у кого-то у вас есть замечательная там есть давид голиав там будет давид голиав давид никеландров да так окей то есть зачем мне это было нужно то есть здесь есть ось я хочу выровнять рога что делать если нет 3d да то есть очевидно что у меня здесь вот так вот проходит ось да то есть я смотрю где какие части рогов у меня находится то есть все ли с ним здесь есть некая мира симметричность и скажем так которую хотелось бы в общем оставить время время деньги 25 минут ого а это уже блин то есть я сейчас всячески подчеркиваю на рога то есть видите они они должны как копья торчать в данном случае трудность заключается в том что этого элемента не было до до того как мы удалось когда мы срисовываем это одно то есть ясно вот почему я советую срисовывать перед тем как рисовать какие-то темы для вас новые я просто много раз рисовалась рисовывал скажем так рога так всяких существ так окей ну вроде что то получается потихонечку да так мне не нравится у нее теряется очень ее личико эти направляющие пока сохраню так у нее теряется личико то есть нужно и какой-нибудь мейкап сделать типа не мейкап ну че на че нибудь такое типом блин контрол z работает как-то странно так у нее есть ресницы но они их почти не видно на самом деле прикольно но тени от них есть класс ну вообще скульптура очень крутая я бы хотел на этом кладбище конечно побывать я знаю звучит странно типа хотел бывать на кладбище но кладбище бывают разные именно если вы фанаты там искусство скульптуры вот этого всего то для вас просто полезным будет любая архитектура в конце концов пантеона вот это все да мы все равно там в италию приезжаем и там сам одни кладбища ну так или иначе там всякие гробницы там и так далее я шаглов вообще прикол так мы все сейчас уже понятнее что происходит да то есть как голова повернута так хорошо вот как видим в принципе 3d то нам и не нужно то особо но опять же чтобы вот такую штуку мутить до вас фоток нужно моделированием заниматься реально потому что ну понимание геометрия это такая тема знаете но она тренируется и скульптура вот это вот и очень хорошо так нет там будет скорее всего тенёчек уже такое сейчас просто пытаясь форму под ну-ка ну-ка понять поймать ладно все равно я сейчас еще на контрасте работают то есть мне важно подчеркнуть и тут же все реализм как бы везде если так неправильно сделать нужно помнить откуда там свет идет еще отраженный свет так ладно из разных источников она же как бы стоит получается в таком углублении полчаса уже о так че еще круто работать чб так наверно с этой части нужно все заканчивать чё круто еще работать в чб есть такая функция overlay она позволяет работать чисто яркостью допустим если я хочу сделать рим я его делаю без каких-то проблем скажем там у меня отраженный свет мы сейчас в конце концов еще вот через несколько итераций мы сделаем из этого прям полноценного персонажа и ваше задание будет повторить за мной но относительно скажем чего-то другого то есть по качеству я имею ввиду то есть мы самого начала то есть возьмете правильный референс вы возьмете ну сделайте все как нужно так вот потихонечку потихонечку у нас происходит так какие-то части видите я вот какие-то элементы сейчас пока делают каждый на отдельном слое чтобы если чем не запороть там не дай бог потому что работаем сейчас на качество то есть у нас это будет иллюстрация поэтому в принципе вот эта анатомичность она даже излишне вот что за стула не упал а то прикольно прямом эфире покиньте и было бы анатомично бобоб ну к слову у меня уже просто 10-й час а я работаю примерно с 7 утра сегодня суббота и неделька выдалась очень тяжелая но мне нравится что я делаю так хорошо соответственно здесь у нас тоже ну то есть это же у нас не скульптура теперь а живое существо и соответственно некоторые элементы нужно сделать по-другому я пока просто отмечу с рогами сейчас не заморачиваемся то есть нас интересует именно так просто общая геометрия прям как в школе я не сохранился о прикиньте сейчас бы вылетела так хорошо хорошо теперь плавно переходим собственно к цветам на цвета авторского права у нас нет объект у нас освещен в принципе неплохо для концепта то есть примерно будут на таком расстоянии рассматриваться у вас дневное освещение я с вашего позволения сделаю вечернее ночное темное да потому что ну какие демоны днем днем ангелы там с крыльями там ногами все переходим следующей части собственно цвет эмоции наверно даже яркость тональная настройка а потом цвет